Добрый вечер, уважаемые друзья! Считанные минуты остаются до Нового года. Я хотел бы особо подчеркнуть, что 2022 год для комитета, для всех национальных культурных центров общей дружбы особенный. За эти прошедшие два года пандемии мы настолько соскучились по общению, по проведению мероприятий. Да, мы освоили новые технологии, онлайн-конференции, онлайн-встречи, но ничто не заменяет живое общение. За прошедший год настолько активно был, что даже трудно сейчас охватить и все рассказать в уложившиеся в короткое время интервью. Но самое главное, хотелось бы подчеркнуть, что за этот год более 8 тысячи предприятий проведены национальными культурными центрами, общественными дружбами. Из них 535 конференций, 1600 круглых столов, 3000 культурно-просветительных мероприятий, 265 выставок традиционного искусства, национального питания, ремесленников. Очень много мероприятий. Но хотелось бы особо подчеркнуть два крупных выделительных мероприятий, которые проведены. Во-первых, по инициативе президента, вы знаете, в прошлом году был впервые отмечен Международный день дружбы народов, закон был принят об этом празднике. В прошлом году у нас было только награждение и все мероприятия онлайн. В этом году прошел большой, очень красивый фестиваль дружбы, в который включал Международную научно-практическую конференцию стран Центральной Азии, выставки, творческие встречи, фестивали, презентации книг, фильмов. Очень большие праздничные мероприятия были проведены в областях. В рамках фестиваля дружбы было оглашено приветствие нашему уважаемому президенту Шавкат Миромановичу Мерзияеву в связи с Днем Дружбы Народов. 30 соотечественников были награждены государственными наградами. Более 500 с лишним соотечественников были награждены награжденным знаком Дружбы Народов. Из них около 60 наших соотечественников и партнеров, проживающих за рубежом. Это говорит о том, что фестиваль вышел за пределы Узбекистана и получил высокую оценку, особенно учитывая то, что в рамках фестиваля состоялся визит Верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрата Абдурахманова, который проехал по Ферганской долине, был в Ташкенте, встречался с национальными культурными центрами, принял участие в международной научно-практической конференции. И самое главное, при встрече с нашим уважаемым президентом, он дал высочайшую оценку той проводимой под руководством нашего президента политики по международному согласию и религиозной толерантности и озвучил, что необходим опыт Узбекистана показать миру. В связи с этим в конце сентября этого года делегация Узбекистана была в Гааге в офисе Верховного комиссара по национальным меньшинствам, где был специально проведен семинар, на котором был озвучен опыт Узбекистана по осуществлению международного согласия в стране, создание условий всем нациям, проживающим в Узбекистане по изучению своих языков, сохранению обычаев, традиций. Второе крупное мероприятие, которое состоялось, у нас это уже традиционно, вы знаете, 16 ноября отмечается как Международный день толерантности. В рамках этого была проведена неделя толерантности. У нас немножко по-другому называется, это мы толерантны, это слово, ну у нас прекрасное слово в узбекском языке есть, Багаркельник, великодушие. Мы вот Багаркельник фестиваль провели, и в рамках этого фестиваля также была презентация фильмов, лучших роликов, которые были посвящены международному согласию. С Союзом писателей выставку книг провели. Во всех областях республики проведены праздничные мероприятия и национальными культурными центрами. И совместно с Комитетом по делам религий была проведена международная конференция, посвященная неделе толерантности, посвященная междунациональному согласию и религиозной толерантности той политики, которая в этом направлении проводится в Узбекистане. Работа Комитета не только состоит с национальными культурными центрами, оказанием содействия, помощи. Кстати, я хотел бы еще подчеркнуть, что в этом году мы большую благодарность хотим высказать в адрес фонда при Али Мажлисе, который оказывает помощь неправительственным некоммерческим организациям в их деятельности. И благодаря фонду большие субсидии были выделены в этом году национальным культурным центром и были приобретены и пошиты национальные костюмы для национально-культурных центров, приобретены музыкальные инструменты и аппаратуры перед национальным консультромцентром. Это все мы показывали, видели, это видно было. И вы можете представить, какая радость была, особенно у молодежи, когда они одевали эти костюмы и потом в этих костюмах принимали участие как раз в неделе толерантности. Второе направление. У нас три направления в комитете. Большинство представлений, что комитет занимается только междунациональными вопросами, национальными культурными вопросами. Нет, у нас три направления. Это основное направление оказания содействия, помощи национальным культурным центрам. Второе направление – это работа с обществами дружбы с зарубежными странами. У нас 36 обществ дружбы с зарубежными странами, они проводят очень большую работу в этом направлении, совместный обмен делегациями поездка, прием здесь делегаций, проведение более 10 меморандумов подписано партнерских между общими дружбами и между соответствующими партнерами за рубежом. Как пример, недавно вернулась делегация общества дружбы в Узбекистан, Болгария, в поездке в Болгарию и Северную Македонию, где было проведено очень много встреч, была очень большая заинтересованность по центральному телевидению, показывали Болгарию, большая заинтересованность была в опыте Узбекистана, в реформах Узбекистана, особенно в открытом новом Узбекистане, очень заинтересованность была в Самарканде, информация воспринята в саммитах стран ШОС и тюрк-язычных государств в Самарканде, и большая заинтересованность в открытии, высказана была в открытии рейсов Болгарии от Барна в Узбекистан, что будет сопутствовать развитию туризма не только к нам в Узбекистан, но и отдых узбекистанцев на Черном море, на Болгарском побережье. Это сейчас в стадии обсуждения проводится. Во время поездки было презентовано открытие нового общества Северной Македонии в Узбекистан, и у нас вот 37-я страна добавляется в общий перечень в работе с нашими обществами дружбы. Третье направление — это работа с соотечественниками, организованными в зарубежных странах в рамках узбекских культурных центров за рубежом. У нас их более 170 в мире, и почти с 80 этими обществами установлены контакты. Узбекистанцы оказывается помощь, содействие совместно с фондом Матандаш в обеспечении их узбекской литературы, учебников узбекского языка, национальных костюмов. То есть то, что мы делаем здесь для национальных культурных центров других национальностей, то же самое мы оказываем совместно с фондом Матандаш в содействии нашим узбекистанцам, проживающим за рубежом. Ну и вот один пример я хочу провести. Прекрасно была организована поездка комитета совместно с фондом Матандаш в Казахстан. И в Шемкенте была проведена большая научно-практическая конференция. В дружбе наших двух стран были вручены более 400 книг нашим узбекистанцам на узбекском языке, в том числе учебники узбекского языка, музыкальные инструменты, фильмы. И очень большой отклик в прессе Казахстана это получило. Вот три основных направления, которые мы проводим в мире. Недавно Марокко прошел большой форум в городе Фессия, альянс цивилизаций при Организации Объединенных Наций. Это неправедливая организация, очень уважаемая, очень популярная в мире. Возглавляет этот альянс заместитель генерального секретаря господин Мартинес. И в этом форуме принимал участие делегацию Узбекистана, в том числе я, и во главе с первым заместителем министром иностранных дел Фуркатом Сидиковым. И на этой форуме был озвучен опыт Узбекистана в развитии международных согласия, религиозной толерантности, прав всех религий, которые у нас в Узбекистане шлиняются. И эта информация очень большой отклик получила. Установлено около 10 контактов и переговоров, проведено в рамках этого форума. То есть в мире уже знают наш опыт, особенно последние 5 лет это реформ. Если они просто знали, что сейчас за рубежом очень заинтересованы в приезде в Узбекистан, изучение этого опыт на местах, приглашают наших специалистов за рубеж, чтобы мы поделились этим опытом. В этом отношении мы также в начале года был проведен в городе Бурсов, форум Диаспор, где принимали представители не только комитета, но и представители национальных контурных центров турецкого, азербайджанского, туркменского, казахского, киргизского в этом форуме участвовали. И там отдельная секция была посвящена тому опыту Узбекистана, проведение этих реформ и создание условий диаспорам в развитии их проживания здесь, создание условий в изучении родных языков, обычаев, традиций. Я думаю, на следующий год этот опыт будет продолжен, и перед нами предстоят большие задачи, которые поставлены президентом в его послании Али Мажлису, и мы совместно с Национальным культурным центром общества и дружбой, безусловно, эти задачи выполним. Я бы хотел отметить роль средств массовой информации, особенно спасибо нашему телевидению Узбекистана, МТРК и другим каналам, которые очень активно освещают деятельность комитета и национально-культурных центров. Я хотел привести только несколько цифр в этом отношении. Более двух тысяч телепередач было показано о нашей деятельности, Более 600 сюжетов в печати, в сети, в нашем веб-сайте, 4,5 тысячи публикаций этих, но самое активное участие свыше 6 тысяч. У нас есть страницы в Фейсбуке, в Телеграме, канале, в Ютубе. На весь мир идут вот эти наши сюжеты. Поэтому, конечно, роль журналистов, первых наших помощников, которые помогают нам в освещении деятельности и поддерживают эту деятельность, я хотел бы особо поблагодарить за вашу работу. Рустамбек Джавдатович, я думаю, что все наши телезрители смогли убедиться в том, что действительно 2022 год был очень насыщен различными событиями. Как вы правильно отметили, это были и выставки, и конференции, и круглые столы, и встречи. Но, как вы сами сказали в самом начале своего монолога, остались считанные минуты до наступления нового 2023 года. И хотелось бы спросить, есть ли у вас традиция встречи этого замечательного праздника? Если да, то какие? Действительно, традиции есть, и многие коллеги мне завидуют. Я Новый год встречаю минимум 5-6 раз в году. Начинается с Еврейского Нового года в октябре месяце, потом Рождество католическое, Новый год, Рождество христианское, Масленица, Китайский Новый год, наш Навруз. Не говорю уже о праздниках национальных, которые проводятся у нас. Это Корейский чкусок, Сабантуй, Широкая масленица, Болгарская масленица, Варсдар армянский. И поэтому в этом отношении может показаться, что мы только на праздниках гуляем. Но в этом большая именно заключается смысл всего этого проведения, что весь мир знает, насколько богат Узбекистан не только своими богатствами природными, но богат именно народом Узбекистана, многонациональным. И что для всех созданы равные условия проживания в Узбекистане и равные условия для развития здесь. Особенно такого прекрасного сейчас момента, как у нас новый Узбекистан развивается. И все национальности Узбекистана рады, что они участвуют в этом процессе и вносят свой вклад. Спасибо большое. И ваши поздравления всем нашим телезрителям. Уважаемые друзья, я бы хотел от себя лично, но самое главное от всех национально-культурных центров и общей дружбы поздравить наш многонациональный народ Узбекистана с наступающим новым 2023 годом. И пожелать самое главное здоровья, здоровья, семейного счастья и много-много сил для того, чтобы наш новый Узбекистан развивался и процветал в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok